ребят всем привет многих интересует вопрос что такое конструктор сколько он стоит почему они стоят намного дешевле на порядок дешевле автомобили которые полнопошные да сейчас мы с вами разберемся на данном примере сейчас в данный момент переводе деньги на карту сейчас денежка придет автомобиль заведем выкатим я вам про него расскажу ну вообще чтобы вас было понимание что такое конструктор что такое автомобиль без документов ну давайте небольшое вступление деньги перевели машину забрали мы с вами едем на автомобиле на конструкторе вот он все он завелся он едет это полноценный автомобиль но ездить на таких автомобилях нельзя мы-то с вами едем ладно пока едем транспортный сейчас найдем слякать вот такая вот непонятно не знаю где остановиться поснимать автомобиль что такое конструктор да раньше раньше возились конструктора то есть были у тебя документы на кунь там тойота короллу ты под эти документы привозил себе там королу и псамада много чего и спокойно спокойно все передвигали спокойно все ездили короче говоря пошлина была меньше в 2008 году запретили делать такую махинацию запретили возить целые кузова да там пошлины выставили просто нереально огромную ну чё русские русские придумали так опять прервался я на телефонный звонок короче говоря чё русские делают покупает автомобиль по дороге его пилят на две части да и пошли у нас распилы но распила конечно не есть хорошо было много моментов много аварий до когда автомобили просто они блин ну короче жесть я думаю рассказывать об этом не надо вот спустя десять лет опять требования вот это грубо говоря до потеряла там вестёк срок действия и опять автомобили начали возиться целыми но ребят все то же самое оформить такой автомобиль нельзя то что люди делают переваривают планки просто ставят номера не знаю кто-то их покупает машины грузятся кто-то их покупает просто на запчасти но в основном конечно делают планку да вот но я еще раз повторюсь ездить на таких автомобилях нельзя это но это серьезно просто блин до поры до поры до времени и так это у нас voxic год я вам сейчас скажу какой это у нас год так стоит он 275 тысяч 2006 год автомобиль идет 4 в д пробег 130 тысяч до такому состоянию такому состоянию позавидуют полнопошлиные автомобили которые в данный момент продаются на авторынке синий цвет один крашеный элемент по левой стороне штатное литье резина зима но вы покупаете не как бы не резину до автомобиль 130 тысяч пробег 4 в д сзади установлена вот такого плана вот лесенка чистенький салон аккуратненький 2006 год друзья автомобиль три ряда сидений полноценных три ряда сидений но ездить на таком автомобиле нельзя электро двери бесключевой доступ ну блин ну все есть чехлы кстати чехлы вот эти вот японские они ну не дешевая я вам скажу так лазил чехлы называется ручка 2 монитор печка 2 кстати до 2 печки в автомобиле есть сказка не автомобиль вот вы представляете да если бы не было после на автомобиле если было можно завозить автомобили таких годов 275 тысяч рублей стоил вот такой вот автобус он еще прослужит извиняюсь за выражение хрен его знает сколько лет это не то что вот это леворульная г до которая блин плеваться от него хочется столики все вообще были просто супер давайте двигатель вам покажу как там бензина не очень много автомобиля московье поедет он не битый морда целая все целое говорю крашен один элемент единственно конечно вот если вы приобретаете вот такие автомобили вот себя будете на них ездить она понятна у всех не работает кондиционер и ну нужно конечно обязательно загонять до подтягивать затягивать короче говоря я под назвал заново перебирать его потому что хрен его знает как они собираются эти конструктора кстати у меня и знакомые мне знакомые они собирают конструктора вот поэтому если вам интересно напишите в комментариях я прям поеду и сниму вам процесс сборки конструктора как это выглядит где это собирается в каком состоянии приходит конструктор я думаю это будет многим интересно поэтому ну давайте вы так вы подписчики смотрите вот пишите если действительно интересный контент на этой неделе не обещаю но на следующей неделе обязательно сниму если вам будет интересно итак кожаный руль вот он сюда строил 9 да тут жесткий диск есть так понимаю вводится на монитор 4 воды включается с кнопки складывание зеркал а вот японец молодец какой-то бортовой компьютер вот сюда вот быстро что-то показывает обороты ребят расход топлива показывает температуру показывает ведь обороты кулиса руль вверх вниз какой японец молодец и внимание вопрос кто знает где открываются двери по человек сядет который в таком автомобиле никогда не сидим у все привыкли по обзорам до либо здесь кнопочки либо здесь кнопочки но нет ребят кнопочки вот здесь поехали так не понял о я не нажал кнопку дальше 4 в д с кнопки торпеда цену панель центральная сведена как у старых x-trail of на серединку но узнаете у меня как-то был x-trail да я думал будет неудобно ехать перед придется отвлекаться на самом деле ничего не отвлекаемся есть учетница есть даже подсветка друзья 2006 год автомобиль вместо вагон ну вот это вот приблуда ты японец уже самый так понимаю сюда наклеил гудок не подключили ну я говорю машиной нужно как бы до собирать ее потому что все-таки автомобиль разбирался весь дальше значит климат 2 печка включение 2 печки ну музыка здесь должна стоять как бы такая знаете неплохая на самом деле разобрался работает музыка 1 монитор 2 монитор 3 монитор короче чего здесь чего здесь только нет по подвесочке я прокатился на автомобиле так надо печками 2 отключить ничего не гремит ничего не стучит но я еще раз повторюсь то что конечно же в случае покупки таких автомобилей ребят это нужно нужно перебирать его заново камера заднего вида есть все есть ну и соответственно из документа вы получаете вот смотрите передний привод до все автомобиль превратился в 4 воды ну соответственно при покупке автомобилей вы получаете получаете только gtd жку так по моему по моему руми наша стоит да вот недавно пригоняли ждет погрузки своей на вот этот автовоз я так понимаю да 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 вот недавно пригонял ее сюда до подошли автовозы грузятся ладно вот такой вот мини обзорчик получился конструктора я еще раз напоминаю то что это но незаконно с конструктором на конструкторе просто вот ездить купить конструктор за 200 тысяч рублей ездить вас не получится